Комфедральный проповедник, правда, да? Ну вот так у меня много и Библия, и компьютер, и все. И очень непросто все. Спасибо за то, что поставили вот это. И я очень благодарен Господу, что я могу здесь быть. Многие меня знают, многие знают, что я всегда болел и болею миссионерским служением. Два раза я ездил с оазисом. Мы ездили по России, ездили в Беслан, ездили на Кавказские минеральные воды. Два раза ездили с семьей Кирневых. Один раз ездили в Молдавии, по Гагаузии. Второй раз были в Турции. И как результат в 2012 году открыли церковь вместе с Сергеем. И сегодня исламский мир очень открыт для восприятия Евангелия. Повторяю. Арабский мир, исламский мир открыт для принятия Евангелия. Вы скажете, о чем ты говоришь? Говорю реальные вещи, которые действительно там происходят. Я прочитаю место Священного Писания, и мы будем немножко рассуждать. Римлянам, 15 глава, 17 стиха. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычника в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так, что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом, я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известие увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам, ныне же не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им служить в телесном. Исполнив это, верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Вопрос к знатокам Библии. Сколько лет было апостола Павлу, когда он написал вот эти слова? Тридцать, нет? Сорок. Пятьдесят. Шестьдесят лет ему было. Шестьдесят лет, и он планирует, и он планирует поехать. Он еще планирует, я это больше себе говорю, чем вам, что я тоже хочу поехать, и тоже горю желанием поехать, и я привязался к церкви случайно, так Господь меня вот так вот привязал к церковной жизни, к пастырской. Это очень тяжелое, трудное дело, но и благословенное. Но миссионерское тоже прекрасное дело, и тоже благословенное. И это все взаимосвязано. И апостол Павел пишет, я хочу пойти, я хочу дойти туда, я хочу нести евангельскую весть. Иисус Христос сказал в 10 главе, «Ходя же, проповедуйте, чтоб приблизилось Царство Небесное». Кто-то отменял эти слова или нет, братья и сестры? Или не надо идти проповедовать Евангелие и проповедовать Царство Небесное? Или надо? Надо. Не, надо строить молитвенные дома, покупать себе хорошие дома, покупать хорошие машины, надо жить в теплых, хороших местах, помещениях, а идти проповедовать не надо. Так получается, да? Или нет? Нет. Надо идти проповедовать. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всем людям. Всем людям идите и проповедуйте. А когда они просят, мы когда в Турции были с Македонией, к нам с Сергеем подошли братья и говорят, а вы знаете, что такое македонский крик? Придите к нам и проповедуйте. Мы пообещали, но мы не попали туда. Мы не попали, и слава Богу, что они попали в Болгарию. Я очень рад. И это отправная точка, откуда будет идти служение на Турцию. И в Турции свободно можно проповедовать Евангелие. Мы с Сергеем раздавали Евангелие, инжилы на Бродвее. Раздавали. Раздавали вот эти Евангелие. Магомед с нами был, который из Ливана. Мы раздавали Евангелие. Люди брали, люди подходили и брали, и брали, и брали, и возвращались, и кто-то отказывался. Потом возвращались и брали, и ничего нам не было, потому что мы получили разрешение. Это возможно. И это работает. И вы знаете, один человек сказал, я сейчас скажу по-русски то, что Тимоти Келлер. Сейчас по-английски, потом по-русски. Если Бог назначил вам благо этого мира, и вы их имеете, и вы не делитесь ими с другими, это не просто скупость, это просто несправедливость. Это несправедливо, когда мы знаем Евангелие, когда мы знаем Слово Божие, когда мы знаем спасение, и мы не делимся с этим, потому что мы обязаны нести Евангелие, обязаны нести Слово Божие. В бытие написано, я сказал Господь Бог Аврааму, пойди из земли Твоей из рода дома, родства Твоего из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих Тебя, злословящих Тебя прокляну, и благословятся в семени Твоем все племена земные. Последний стих. И благословятся в семени Твоем все племена земные. Как практически? Давайте поговорим, как практически. В одном семени, в семени Иисуса Христа. Когда мы берем семя Иисуса Христа, когда мы берем личность Иисуса Христа, и несем эту личность всем людям, и всем говорим об Иисусе Христе, и все люди получают благословение. Народ израильский не исполнил повеления благовествовать всем людям, живущим вокруг, о Боге. Поэтому пришел Иисус Христос и умер на Голгофском кресте. И сказал, идите и проповедуйте Евангелие, идите и несите эту благую весть. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Болгарии и турки пришли к Иисусу Христу. Турецкий народ идет, ищет Иисуса Христа. Мы в Турции открыли, в Стамбуле, церковь. Огромное количество людей, которые ищут Иисуса Христа. И мы открыли церковь буквально там неделю. И мы были с Сергеем. И 70-80 человек сказали, нам нужна церковь. И когда мы открыли церковь, избрали там служителя, избрали, рукоположили Антона Гласа. Михаил Юрьевич знает его, он у него был в воскресной школе. И он сейчас там пастором является в этой стамбульской церкви. И они звонят и говорят, помогите нам в Анталии открыть церковь. Американский пастор приехал в Анталию и стал собирать людей, проповедовать им Евангелие. И много русских туда приходит. Он говорит, ну пришлите кого-то, начните свою церковь. Начните людям этим проповедовать. Русским, которые там живут. Огромное количество русских людей, которые там живут, которые нуждаются в Иисусе Христе. Нуждаются в Господе. Нет, мы все заняты. Мы все заняты. У нас бизнес, у нас дела. У нас столько дел нам надо сделать. А потом еще надо пенсию заработать. А потом еще надо ретайрмент себе сделать. А потом уже и все. И уже все закончено. А потом уже поздно. И мы все время думаем, идти нам или не идти, проповедовать Евангелие. Или не проповедовать. С Грузией, братья-служителя, там несколько церквей. Грузия одолевает ислам. Переезжают туда ислам и одолевает. И христианство закрывается. Нету сил устоять. Нужны миссионеры. Нужно ехать и проповедовать. Проповедовать свободно можно. Нужно ехать туда и приезжать и проводить евангелизацию. У нас там есть миссионеры, которые трудятся. И люди идут и слушают. И принимают. И принимают. Люди хотят принять Иисуса Христа. Они хотят увидеть Иисуса Христа. В Армении та же самая ситуация. Они нуждаются. Они нуждаются. Говорят, приезжайте, помогите. Мне звонят оттуда и говорят, приезжайте, братья. В любое время мы сделаем конференцию и всех служителей соберем. И когда мы были на конференции в Турции, мы говорили, мы еще будем делать конференцию. Но мы не сделали больше. Потому что надо людей, надо собираться, надо делать, надо организовывать все это. И конференция в Турции прошла прекрасно. В 12-м году, когда мы открыли церковь, около ста человек приехали с разных стран Ближнего Востока. Люди, миссионеры. И они подходят ко мне. Один миссионер, местный житель Ирак. Но он в Ираке живет. И он сам араб. Он сам говорит. У нас есть несколько групп. Николай, приезжайте к нам. Не нужно идти на площадь проповедовать Евангелие. Не надо. Приезжайте к нам, мы вас встретим. Мы вас привезем. У нас есть переводчики. Нам нужно проповедовать, что такое покаяние. Что такое крещение. Кто такой Иисус Христос. Что такое вечеря Господня. Мы не знаем. Мы из ислама пришли. Мы нуждаемся в элементарных вещах. Придите, расскажите нам в элементарных, простых вещах. Дайте нам Евангелие. Евангелие, дайте нам. Мы нуждаемся, потому что многие сегодня приходят из ислама через сны. Они понимают, что нужно идти к Иисусу Христу. Они ищут людей, чтобы им рассказали об Иисусе Христе. В Ираке, в Иране, в Сирии огромное количество людей. Сегодня живет там огромное количество людей с России. Приезжают делать бизнес. Приезжают делать бизнес русские. И делают там бизнес. Но Евангелие никто не несет. Они готовы. Они готовы слушать. Они готовы внимать этим словам. Они хотят учиться. Мы когда там были, они ставят свои телефоны и записывают. Они записывают, сидят, конспектируют. Они хотят слышать Слово Божие. Они хотят знать. Они хотят знать, что такое Евангелие. Что такое Христос. Что такое христианство. Как это верить в Иисуса Христа. Потому что Ислам исчерпал себя. Всякие законы там, которые унижают женское достоинство. Унижают девочек. Оскорбляют. И Коран разрешает каждому мужчине жить с девочкой. Если она уже девять лет ей исполнилась без ее желания. И вот все вот эти вот средства массовой информации. Все интернет, телефоны, которые сегодня проповедь. Ивангелие идет по всему миру. И люди слушают. И они говорят. Нам нужна такая вера. Где Бог любит женщин. Бог любит детей. Где Бог правильно всех делает одинаковыми. Никого не унижает. Никого не оскорбляет. Им нужен этот Христос. Им нужен. Они хотят его получить. Но некому понести это Евангелие. Нам всем некогда. Мы считаем свои деньги. Мы считаем свое время. Мы считаем все. Но Евангелие повести некому. Потому что все одни боятся. Другие не хотят. Четвертые говорят. Я не могу. Третьи не знают. И так далее. И все по-разному. Но Он раздал сегодня дары. И как Христос сказал. Он поступит как человек. Который отправляет в чужую страну. Призвал рабов своих. И поручил им свое имение. Он нам дал свое имение. Одному дал пять талантам. Другому два. Иному один. Каждому по его силе. И тотчас отправился. И вот каждый. Как он употреблял. Бог нас переселил в эту прекрасную страну. Дал нам возможность получить прекрасное образование. Найти хорошие работы. Устроиться. Все. Все сделать для своего блага. Для своей семьи. Теперь что мы делаем для Его царствия. Он дал нам таланты. Он дал нам возможность. Как мы их употребляем. Ну да. Кто-то закопал. Говорит. Пусть лежит. Пусть он здесь лежит. Когда Господь придет. Вот я скажу. Вот тебе твое. Я знал, что ты тот самый, который жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. Вот тебе твое. Я вот здесь вот приехал. В Сакраменто я вот здесь прожил. Вот я здесь в церковь хожу. И все. Никуда. Я никуда. Не, не. Я никуда. А вдруг там что-то там где-то как не так. Нет. Тот, который пять талантов получил, принес десять талантов. Еще люди пришли к Иисусу Христу. Поверьте мне, когда вы приедете в любую страну, которую вы можете ехать в Болгарию. Можете ехать в Армению, в Грузию. Визы не надо. Можете ехать в Ливан. В Ливан не надо делать конференцию. В конференции есть христианин, который владеет гостиницей. Он владеет гостиницей. Он говорит, делайте христианскую конференцию. Делайте здесь конференцию на 150-200 человек. И здесь живите и проводите. Есть конференц-зал. И все вы здесь можете быть. Никто вас не тронет. Это моя личная гостиница. Христианин предоставляет. И там люди проводят конференции. Христианские конференции. И мы можем это делать. И миссионеры приедут из Пакистана, из Ирака, с Ирана, с Египта, с Ливии. И с разных мест. Они хотят. Они нуждаются в нашей поддержке. Они нуждаются в том, чтобы мы им проповедовали Евангелие, которая у нас выстрадана кровью и потом, и жизнями наших отцов, наших дедов. И это Евангелие мы должны нести, проповедовать и распространять. У нас есть прекрасные певцы, которые там были и славили Господа. Которые имеют доступ везде. Даже на площадях их слушают. Они с удовольствием их слушают. Нам нужны люди, которые бы шли и проповедовали. Которые бы шли и проповедовали это Слово Божие. И выполняли это величайшее поручение. И так идите, научите. Делайте учениками все народы. У нас есть отдел образования. Мы можем. Мы можем. Мы должны идти. Нам нужно идти. Нам нужно это делать. Нам нельзя сидеть на одном месте. Нам нужно идти проповедовать Евангелие. У нас очень много невыполненного поручения. И это то, что есть в наших силах. Это то, что есть то, что мы можем делать. Мы можем поехать на курорт. Мы можем поехать отдохнуть. И когда, как я сказал, что когда мы были, не сказал, в Гаити, когда были. И когда люди там приезжают на отдых. На отдых приезжают в Доминиканскую республику. Очень много людей. Но никто не приезжает, Евангелие не привозит. Много людей приезжает на Кубу. Я был два раза на Кубе. И много людей приезжает. Но никто не привозит Евангелие. А люди хотят Евангелие. Люди хотят Слово Божие. Мы можем везде проповедовать Евангелие. Поверьте мне, это огромнейшее благословение, это огромнейшее счастье. И Иисус Христос сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. То есть, если мы уверовали в Иисуса Христа, если приняли Его в свое сердце, если мы действительно являемся христианами, нам необходимо участвовать в миссионерском служении. Или материально участвовать, или физически участвовать. Можно и материально, и физически. И вы получите огромнейшее благословение. Поверьте, это я могу засвидетельствовать на примере своей семьи. Мои все дети ездили на миссионерское служение с 1998 года. Все дети являются христианами, уже внуки принимают крещение. Все дети являются служителями. И это огромнейшее благословение благодаря тому, что вы будете участвовать в миссионерском служении в распространении Евангелия. Сейчас будет молитва. Мы будем сейчас молиться. Молиться за распространение Слова Божия. Братья-служители будут совершать молитву. Я хочу, чтобы сегодня каждый из вас подумал, готовы ли вы принять участие в миссионерском служении. Можно сюда выйти, мы вместе за вас помолимся. Это будет молитва посвящения, чтобы вы посвятили себя в миссионерское служение. Чтобы посвятили себя для распространения Евангелия, для распространения Слова Божия. Потому что есть возможность, есть реальная возможность нести это Евангелие по всему миру. Я приглашаю всех, кто желает обратиться к Господу Иисусу Христу в служении. Не то, чтобы покаяться, а вот именно посвятить себя в служении. Когда-то в 91-м, наверное, или в 90-м году приехал в Ригу Ярин Николаевич Пестий. И когда он призвал к миссионерскому служению. Вы знаете, я сидел далеко. Я уже тогда у него служение, я сидел сзади, меня что-то коснулось. Я вышел, встал на колени и стал плакать и молиться. Я стал просить Господа, чтобы Он употребил меня для распространения Евангелия. И вы знаете, я так рад, что я это тогда сделал. Я так рад, что я вышел и встал на колени. И что надо мной помолились, не то, что там вышли. Вот я стал, вышел, нас много было, человек, наверное, 80-100, мы встали на колени. И братья вышли, Ярин Николаевич Пестий, они помолились над нами. И вы получите, вы увидите, вы получите вот эту силу распространять Евангелие, распространять Слово Божие. Вы должны стать соучастниками этого служения. Не просто, знаете, вот там, вот я там отдал. Не-не-не, чтобы участники бы вы были в этом, чтобы мы все вместе распространяли это Слово Божие, несли проповедь об Иисусе Христе, приехать рассказать, что такое крещение, что такое покаяние. Рассказать людям, которые пришли из другого вероисповедания. Это люди, которые хотят слышать. Они знают, что Христос Спаситель, они знают, что христианство – это хорошая, прекрасная религия, это прекрасное вероисповедание. Они хотят стать христианами и помочь, рассказать, научить, научить, и потом крестить, и посвятить их в это служение. Они будут идти и там проповедовать. Они хотят увидеть нас. Они хотят увидеть, что мы горим желанием распространять Слово Божие. Что мы горим желанием увеличивать наши таланты, которые Господь нам дал. Поэтому пусть Господь нас благословит в этом. Пусть Господь исполнит своей благодатью, своей милостью, своим желанием принять участие в миссионерском служении. Кто желает, братья и сестры, пожалуйста, я бы хотел, чтобы вы были смелыми и не боялись. Ничего страшного не произойдет. Произойдет только благословение. Братья, которые выйдут молиться, мы сейчас будем молиться, сколько человек там, вот трое нас мы будем молиться. Мы будем молиться за всех миссионеров, которые поедут. За всех, кто будет участвовать. И ваша возможность, ваше желание – спасибо. Спасибо, братья и сестры. Выходите, пожалуйста, выходите. Встаньте на колени, и мы за вас помолимся. Мы помолимся вообще за все миссионерское служение, чтобы Господь открыл эти двери, открыл наши сердца, открыл нас, чтобы мы приняли участие в этом миссионерском служении. Давайте все встанем, и желающие подойдите, пожалуйста. Желающие участвуют, мы просим вас. Подойдите, молодежь, средний возраст, подходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот посвятите свою жизнь, вы увидите, какое будет благословение. Вы даже не представляете, какое это огромное благословение. Идти и нести Евангелие в Израиле, нести Евангелие в Ливане, в Болгарии, в Армении, в России, в Украине, в Молдавии, в Грузии, в разных странах. Это огромнейшее благословение, это огромнейшее счастье. И братья сейчас, когда помолятся, вы увидите эту силу. Братья и сестры, пожалуйста, выходите, не стесняйтесь, не бойтесь, ничего вам не будет. Выходите на то, чтобы посвятить себя Господу. Апостол Павел написал послание к римлянам, как я сказал, ему было уже 60 лет. Господь будет употреблять вас, вы будете благословлять молодежь, вы будете благословлять других людей, вы будете благословлять, они будут рады, что вы имеете это благословение. Поверьте мне, вот это желание нести, распространять Слово Божие, чтобы все люди из разных народов принимали Иисуса Христа. Турки, болгары, молдаване, арабы, русские и разные национальности, евреи, разные национальности, которые будут принимать через вас. Это огромнейшее счастье, это счастье, это благословение, это то счастье, которое передать нельзя. Это то самое величайшее благословение, которое вы получите, и Господь вас благословит. Мы сейчас будем молиться, те, кто желают, можете, пожалуйста, выйти, и мы сейчас будем совершать молитву. Субтитры создавал DimaTorzok